Всем привет, друзья! С вами Болтарес, и мы продолжаем проходить визуальную новеллу Эхо. И вот он. Тот самый дом, где жила Света со своими родителями. Да, именно здесь я тогда и стоял, когда он кричал, а в доме всё гремело. Эти крики. Интересно, как часто это происходило в их доме? Если бы он только знал, чем всё закончится, к чему всё это приведёт. Если бы хоть кто-то знал. Окна целы, дом ещё не разобрали на дрова, похоже, его почти никто не трогал все эти годы. Там наверняка остались вещи. Её вещи. Фотографии, может, что-то ещё. Что-нибудь должно было сохраниться. Дом совсем не обвалился, хотя раньше он был намного выше, теперь он тянется к земле вслед за своими хозяевами. Да и дорога тогда ещё была не заросшей. Как же быстро лес забирает своё. Ещё немного, и от следов их жизни не останется ничего. Совсем ничего. Только лес. Как от соседних домов. Всё скрывала высокая трава. Быть может, даже так уже случалось в этих краях. Кто знает, сколько раз эти земли становились пустыми, а потом вновь заселялись за тысячи лет. Пока я стоял и думал о своём перед домом, с неба полились первые капли дождя. Очень быстро они начали превращаться в ливень. Проклятое место. Надо забраться внутрь, пока я не промок до нитки. Обойдя дом и пройдя через поваленный забор, я пошёл к рыльцу. Немного покосившаяся дверь была не заперта. Как же всё это странно. По идее, дом должен принадлежать теперь её родственникам, а на нём нет даже замка. Если родня не следит за домом, то почему он до сих пор не продан? Может, местные рыбаки сорвали когда-то висевший замок? Я аккуратно открыл провисшую дверь на крыльце, поднялся по ступеням и шагнул внутрь дома. Так может, родня тоже уже загнулась, столько времени прошло. Скрип половица разорвал многолетнюю тишину. В коридоре было темно. Даже распахнутая входная дверь, ведущая с крыльца в коридор, не давала достаточного освещения. Я достал мобильный телефон и решил подсветить. Двери скрипучие, доски на полу, какие-то тряпки и... холод. Дверь слева была самой массивной. Кажется, именно она и вела в избу. Несколько дверей по другую сторону, наверное, вели к кладовым. В конце коридора тоже что-то было. Возможно, туалет или веранда. Там же виднелась и лестница, ведущая на чердак. Нужно будет обязательно осмотреться. Но позже. Я двинулся к двери, ведущей в избу, ощущая, как воспоминания начинают шевелиться где-то в глубине сознания. В доме тоже было темно. Стоял он неприятный запах сырости. Я помню, как переступал через этот порог. Помню, как Света суетилась на кухне возле печи. Когда мы с родителями приехали помогать ей. В детстве я тоже пару раз бывал здесь. Тогда все было намного светлее и дружелюбнее. Может, это просто мне так казалось, когда я был еще ребенком. Или в доме ее правда пахло тленом и смертью. Мебель на месте. Даже какие-то тряпки остались висеть нетронутыми. Несмотря на неприветливый вид, не похоже, чтобы дом разворовывали местные. Хотя дверь открыта. Наверное, дом спасло то, что он находится не слишком близко к остальным деревням. Я шагнул дальше. И что же мы здесь увидели? Ну, надо же. Почти как раньше. Даже этот старый стол еще стоит. Помню, как мы со Светой разглядывали за ним комиксы и журналы в детстве, которые я ей дарил. Когда мы стали старше, я уже старался не заходить в ее дом. Из-за родителей. Наверное, когда она писала свои письма, то сидела за этим столом. За навешанные окна. Наверняка их ни разу не открывали с последних похорон. Кровать сдвинута с места. На лавках какая-то кастрюлька. Судя по всему, в доме все еще были посторонние люди. Может быть, рыбаки. Может, даже дядя Юра. И этот старый советский сервант, который, возможно, был в каждом доме. Интересно, что в нем? Наверняка сервиз. Хотя нет. Какие-то стопки газет, книги, может быть, даже. Подойдя к серванту, я с треском отварил дверцы. В нос ударил сильный запах пыли и чего-то еще. Чего-то гнилого. Стопка бумаг, счета, пачки открыток, старые фотоальбомы и письма. Неужели мои? Я взял аккуратно связанную стопку письма и внимательно осмотрел их. Почти ничего не видно. Кромешная тьма. Даже подсветка на телефоне не очень помогает. Но все же на конвертах мне удалось рассмотреть старые советские марки и незнакомый почерк. Нет. Видимо, письма родни и друзей родителей. А мои письма? Они тоже где-то здесь? Если бы хоть что-то было видно. Я же брал с собой фонарик. Совсем забыл про него. Почему-то мне не хочется его доставать. Словно кому-то это может не понравиться. Достать фонарик из рюкзака и осмотреть серван. Что значит может кому-то не понравиться? Я здесь один в доме. Господи, вот так не надо. Сейчас призраки, там души умерших. Вот это вот все хую. Никого здесь нет. Достаем фонарик и спокойно осматриваем серван. Ну вот это больше похоже на письма. Они еще и перевязаны. Давайте начнем снизу. От Болтовой ВС из Ленинграда. Интересно, кто это? Я достал письмо из аккуратно надрезанного конверта и пробежал глазами по тексту. Здравствуй, дорогая Надя. Погода в Ленинграде дождливая. Ходили с Мишей в театр. Писала, что Машенька заболела. Надеюсь, все уже хорошо. Как она учится? Ни одного знакомого имени. Кто это? Забоводская Надежда Степановна. Фамилия, как на могиле. Ее бабушка? Точнее, письмо для ее бабушки от какой-то родни или подруги. Машенька это, видимо, мать Светы, тетя Маша. Невероятно, как быстро подлетают мимо нашей жизни. И старики когда-то были молоды. Я продолжил читать уже внимательнее. На повышение я обещал помочь с памятником для мамы. Все же хорошо, что она лежит на кладбище, как у всех нормальных людей, а не как наша бабушка. Там был знаменитый актер. Мы фотографировались. Зина умерла. Об этом мне при встрече сообщил Витя. И я очень расстроилась. Зина умерла. Памятник для мамы. Лежит на кладбище, а не как наша бабушка. Это что? Сестра? А что не так с их бабушкой? И кто такая Зина? Чем дальше в лес, тем больше дров. Уже голова идет кругом. Почитать другие письма из пачки, отложить пачку в сторону. Давайте почитаем другие письма из этой самой пачки. Может быть, что-то разъяснится. Я сложил письмо и убрал его обратно в конверт. Одно за другим письма мелькали у меня перед глазами. Поздравления с днем рождения, с Новым годом. Бытовые подробности и описания. А вообще, зачем я это делаю? Считать чужие письма как бы некрасиво и нельзя. Ну, ладно. Раз уж начали, то нужно довести дело до конца. Иногда встречались упоминания о людях, которые умерли. В последнем письме адресату желали здоровья и скорейшего выздоровления. Видимо, это был конец. В этом же письме на глаза попались странные строки. А что же касается матери, то ко мне она больше ни разу не приходила с того момента, как я уехала. Не думай о плохом. И все же приноси ее хоть иногда на могилку. На всякий случай. Негоже забывать о мертвых. Приноси на могилку. Значит, Светина прабабушка тоже захоронена здесь. Жаль, я не видел ее могилу. Интересные строки про то, что мать к ним больше не приходила. Видимо, во сне. Все в этом доме пропитано смертью. Даже сны. Однако. Я помню, что Света упоминала в раннем детстве какую-то строгую бабушку, которой побаивался даже ее отец. Но ее родная бабушка умерла еще до рождения Светы. А прабабушка и того раньше. Наверное, речь шла о матери ее отца, приезжавшей к ним в гости. И все же что-то неприятное зашевелилось внутри меня. Где-то там на самом дне. Глубже воспоминания о Свете. А что же касается матери, то ко мне она больше ни разу не приходила. Бред. Я отложил письмо вместе с пачкой в сторону. И мы можем пошуршать на другой полочке. Окей, идем дальше. Фотоальбом. Старенькие фотоальбомы. Открыв один из них наугад, я уселся на застол и начал сматриваться в старые фото. Незнакомые лица. Большинство из них уже нет в живых. Я перелистывал альбомы в надежде наткнуться на детские фотографии Светы. Но я даже не был уверен в том, что смогу ее узнать. Можно было попробовать догадаться по свежести фотографии или по атрибутам времени. Пролистав пару альбомов, я ничего не нашел. Открыв большую толстую тетрадь, которая лежала между ними, мой взгляд сразу же упал на записи. Что это? Похоже на какие-то личные записи. Это народный и поминальный обряд, ритуальный ужин в память об умерших родных. Об умершем говорили, что он пошел до дедов. Теперь на смену теплой и мягкой осени приходит поздняя осень, близкая подруга зимы. Отчасти это ассоциировалось со смертью. Природа умирала на целых несколько месяцев. Наступление поминального или задушного дня для покойников готовится целая пирушка. В этой деревне делали стол с различными блюдами и напитками и вызывали души усопших. Так, давайте посмотрим на фотоальбом. Бабка, там какие-то песнопения уже начались, тут зимой в лохмотье оделись. Уже отмечают, провожают точнее покойника и смотрят ему вслед в окно. Умерший должен оставаться среди мертвых до тех пор, пока не наступят деды, когда он должен прийти в гости. Во время похорон покойника стараются снабдить всем необходимым для долгого пути. И если покойному чего-то не хватает, он сообщает об этом во сне, либо приходит сам и берет то, что ему нужно. Зажигали вино и лен и по цвету пламени судили о явлении душ, говоря при этом, чего потребует душечка, чтобы попасть на небо. Это весной на родуницу принято навещать умерших на кладбище, а на дедов приглашают к себе домой, чтобы угостить. Почитание предков было одной из важнейших составляющих в культурах всех народов. У славянских же племен оно, пожалуй, было даже более развито, чем у других. После смерти делались третины, девятины, сорочины и все поминки сопровождались пирушками. Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Коль еще режущие предметов на столе быть не должно, кушали ложками, которые время от времени оставляли на столе, чтобы предки могли ими воспользоваться. Каждое блюдо подавалось парно, если семь блюд, то на четырнадцати тарелках. Перед тем, как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов, которую обычно размещали на подоконнике. Осенние еды проводятся 1-2 ноября. Немного опешив, я продолжил разглядывать фотографии, вклеенные в тетрадь. Я никогда не слышал об этих традициях. Удивительно. А ведь семья Светы не была даже особо верующей. Насколько же глубоко в их сознании были сохранены правила почтения мертвых. Хотя, надо признаться, мы всех их соблюдаем, даже в современном мире. Просто никто из нас никогда не задумывался о происхождении тех простых действий, ставших уже скорее правилами-этикетом, нежели какими-то ритуальными традициями. И еще немного посмотрев на необычные фотографии, я закрыл тетрадь и вместе с фотоальбомами положил ее на место. Хорошо, у нас осталась еще одна верхняя полочка. Какая-то ступка бумаг. Открытки, письма, счета и бланки. С новым 1986 годом. Гласила надпись на одной из открыток. С 8 марта. Пусть ваша девочка растет здоровой и красивой. От любящего дедушки. Никогда ничего не слышал о дедушке от Светы. Возможно, умер еще, когда она была совсем маленькой. Надпись на одном из стареньких листков бумаги гласила. Молитва об упокоении души умерших. Должно быть, это листочек принадлежал матери Светы после смерти отца. Еще один листок бумаги. Что это? Прости, я знаю, что так будет лучше и для тебя, и для меня. Тетя Оля тебе поможет. Не плачь обо мне. Пусть у тебя все будет хорошо. Продавай дом и уезжай в город. Но не оставайся здесь одна. Они будут пытаться забрать тебя. Не поддавайся. Следи за могилами на задворке, пока не уедешь. Ты знаешь и сама, что их оставлять нельзя. Не тревожь их. Помни о мертвых. Прощай. По моим рукам пробежал холодок. Не может быть. Это записка ее матери. Предсмертная записка. Они будут пытаться забрать тебя. Не поддавайся. Это про родственников? Могилы на задворке? Это что, всерьез? У них что, реально могилы на заднем дворе? Не может быть. Света бы обязательно мне об этом рассказала. Я должен проверить. Хотя, может, и не стоит. Отправиться ли нам на задний двор? Не, ну конечно. Пойдемте посмотрим. Надо убедиться в этом. Я выскочил из дома на улицу. Дождя больше не было, но вокруг стало темно. Небо было почти черным. Хотя до потемнения еще оставалось несколько часов. На улице пахло сыростью. Все вокруг молчало. Ни дуновения ветра, ни шороха травы. Тишина. Самое лучшее время, чтобы посмотреть на могилы у заброшенного дома в лесу. Наверное, будь я на 10 лет моложе, было бы страшно, если бы не было так больно. Да нет, не может быть этого. Это просто... Я аккуратно двинулся в сторону бани и других построек на заднем дворе. У них даже бани есть, вы представляете? Так и есть. Да их тут даже три. Я просто не могу в это поверить. Кому только могло прийти в голову хоронить людей у себя на огороде? Это чтобы картошка лучше росла? Или чтобы чувствовать своих родственников на вкус? Это... На ум ничего не приходит, кроме мата. Только один вопрос. Нахуя? Да и кто им это разрешил? Судя по почти обваленным крестам, они здесь уже очень давно. Возможно, кресты даже меняли за все это время. Может, это просто какая-то старая традиция? Скорее всего, это и правда так. Немного успокоившись, я начал вспоминать, что когда-то слышал краем уха о таких вещах. Дома мертвых, курганы, которые часто находили местные в лесах. Об археологах, которые кое-что там нашли в этом районе. Кажется, и о погребении близких членов семьи на своем участке что-то было. Но, возможно, я и путаю. Помню еще, что кто-то мне рассказывал о подвале. Но это кажется в других регионах. В глубокой старине погреб также использовался в качестве места погребения для членов семьи. Только подумать. Спустился за огурчиками, а тут и бабушке хлебушек на могиле оставил. Хотя, если представить, звучит не так уж и жутко. Ведь жутко может быть лишь постороннему человеку. Я подошел к одной из могил поближе. Надписи дата были почти полностью затерты следами коррозии. Удалось рассмотреть только первое слово. Анна. Странно. Мне почему-то показалось это лицо знакомым. Нет. Я точно видел его где-то раньше. Этот взгляд и... Глаза. Точно. Глаза этой старушки были разными. Сейчас уже невозможно определить, какого цвета фото сильно обветшало. Но радужка одного глаза была явно светлее другого. Я точно уже подмечал эту деталь на этом портрете. Кажется, даже в диалоге с кем-то. Но... Когда и с кем? Лес зашумел. В лицо мне подул легкий свежий ветерок. И опять тишина. Такое обычно случается перед сильным ветром. Как бы ни случилось урагана. Надо бы поспешить. Я еще так и не побывал в комнате светы. Ну пойдемте сходим. Посмотрим. Немного обдумав увиденное, я еще раз осмотрел комнату покосившегося дома. Слева находился проем за навешанной шторкой. Комната светы. По дверному косяку можно было отчетливо разглядеть, как покосился дом спустя годы. На секунду я представил, что сейчас лето. За окном тепло и светло. А Света лежит на кровати у себя в комнате. Объединенный успокоительной фантазией, я отодвинул шторку и шагнул внутрь. Ну вот я и пришел. Я должен был сделать это еще давно. А кто это там на плакате, я не понял. 2002 год. Это Виктор Цой, что ли? Там же больно видеть это все таким пустым и мертвым. А ведь когда-то она здесь жила. Делала уроки. Писала свои письма мне. Гуляла. А на этой кровати спала. В голову и вновь пришла странная мысль осмотреть кровать. Быть может здесь шансы найти ее волос выше? Странная мысль. А зачем он мне? Не знаю. Ну пусть будет просто. Опущу его дома в колбу и буду хранить, заглядывая иногда. В приступах о меланхолии. Я внимательно осмотрел одеяло и подушку. Но ни хера не нашел. Ничего не осталось. А когда-нибудь и от дома ничего не останется. Только лес. Я провел рукой по одеялу. Какое же это странное ощущение. Прикасаться к предметам, которые когда-то жили. Вместе со своими хозяевами. Мне начало казаться, что я чувствую ее запах. Это ее запах. Я точно знаю. Я бы и не вспомнил его, если бы не почувствовал его вновь. Может, я просто выдаю желаемое за действительное. Не важно. Видеть и чувствовать иногда важнее, чем знать правду. Я стоял и смотрел на кровать. А мое сознание рисовало мне картины из прошлого. Простуда. Кажется, я все-таки простыл. Ноги все еще мокрые. Выпить еще немного. Ну а что мы, зря что ли с собой брали? Конечно, давайте накатим. Достав бутылку, я сделал большой глоток. По горлу вновь растеклось обжигающее тепло. Все не так уж и плохо. Найду что-нибудь памятное. Немного посижу еще и двину домой. Ну, в принципе, план неплохой. Мой взгляд упал на старую тумбочку. Наверняка там есть что-то из нашего детства. Комиксы и журналы, которые я ей дарил. Может быть, даже письма. Или фотографии. Ну, давайте заглянем, посмотрим. Посмотрим. Оп, выдвигаем. Я открыл ящик. Тетради, учебники, какие-то бумажки и маленькая шкатулка. Открыв шкатулку, я увидел множество мелких предметов. Канцелярские скрепки, стирательные резинки, какой-то маленький ключик. Под тетрадями было несколько бумажек. Рисунки. Могилы, деревья и какие-то лица. Раскрыв одну из тетрадей, я вновь обнаружил множество рисунков и пометок с датами. Похоже на попытку вести дневник. Я пробежался глазами по строчкам. Мама постоянно зажигает свечи и ставит им стопку на могилу, чтобы не приходили. Лишь на их праздник она оставляет накрытым на стол перед сном. В такие ночи я не могу уснуть. Мне постоянно кажется, что кто-то ходит по дому, сидит за столом. Иногда я даже слышу чьи-то приглушенные голоса и звон посуды. Слышу, как скрипят половицы. Как шумит рукомойник. Слышу, как кто-то шепчет. Что это? Мне стало немного не по себе. Налет ностальгического ощущения начал медленно смеяться неприятным ощущением тревоги. Я убрал бумажки на место и закрыл ящик. Блядь, чем больше я узнаю, тем меньше мне хочется здесь находиться. Но в любом случае у нас есть бутылка самогона или перцовки. Я уж забыл, что там у нас было. Мы можем налить, так сказать, покойникам, чтобы нас оставили в покое. Тушенка у нас есть. Недолго думая, я открыл дверцу тумбочки. Окно, находившееся в комнате света, позволяло более подробно увидеть содержимое без дополнительного освещения. Моему взору сразу же предстали пачки журналов. Какие-то коробочки, маленькие сумочки, стопки книг, тетрадок, учебники. Русская классика, которую проходят в школе. Стопка писем. Пачка писем. Перевязанные бечевкой. Ну, наконец-то. Я взял в руки пачку писем, перевязанных бечевкой. Это мой почерк. А ведь он почти не изменился. Она их хоронила. Я знал. Во всяком случае, мне очень хотелось в это верить. Перелистывая старые конверты, я открывал некоторые из них наугад и читал. Господи, какая же чушь. Мне стало стыдно и смешно. Должно быть, в этот момент я улыбался, как дурак. Я мог бы столько ей всего сказать. Столько всего важного. Я даже не находил слов, чтобы просто как следует поддержать ее после смерти отца. Теперь мне было неловко видеть эти сухие, почти официальные слова соболезнований. Как она только общалась со мной. Строки писем вновь откидывали меня назад в прошлое. И воспоминания завладели мной, как никогда. В какой-то из моментов я прокинул голову на подушку и закрыл глаза. Ой, блядь, ну вот это, конечно, зря вообще мы сделали. После шести или пяти стопок, сколько мы там уже прокинули, это вообще зря. И вновь почувствовал ее запах. Очередная иллюзия, навеянное воспоминанием. Мысли оказались смешанными в одну сплошную кашу. Я вновь начал думать о том, что было бы все... Если бы все сложилось иначе. Мои фантазии начали обретать слишком правдоподобные очертания. Отвернувшись к стене, я увидел ее спящей. Ее лицо было передо мной в нескольких сантиметрах. А еще сильнее я чувствовал ее запах и дыхание на себе. В какой-то момент я вдруг понял, что она не спит, а просто притворяется. У вас тут опять холодно? Угу. Как-то сладко ответила Света, словно не желая отрываться от приятного сна. А я вот к тебе пришел. А давай просто полежим. Давай. Сказал я и начал рассказывать ее о каких-то глупостях. Она смешно хрюкала в одеяло, не открывая глаз. Я не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что уже наступило утро. В окошко заглянуло солнце. Вокруг стало светло. Я понимал, что проболтал с ней всю ночь, и скоро мне придется возвращаться домой. Одному. Ну, мне почему-то не было грустно. Все было именно так, как и должно было быть. А потом она все так же в полудреме, не открывая глаз, произнесла. На все. Тебе пора. А то бабушка придет и будет ругаться. А почему она будет ругаться? Потому что она злая. Сердится, что к ней никто не приходит. Говорит, что они все позабыли. После этого света открыла глаза и посмотрела на меня. Как много лет я не видел этого взгляда. А ты про меня не забудешь? Никогда. Хорошо. Тогда я спокойно. Заходи еще как-нибудь. Обязательно. В тот же момент я проснулся. Передо мной было голое, незанавешенное окно. Странно. Кто и зачем сорвал шторы с окна в ее комнате? На улице уже было темно. Лишь спустя секунду до меня стало доходить, что мне только что приснилось. Приятная легкая дремота сменилась тревожным чувством. По телу пробежал легкий холодок. Что это значит? Она и правда приходила ко мне во сне? Или мой мозг просто показал мне то, что я так хотел увидеть? Ага, обратно мы походу не пойдем. От удара молнии я тут же вскочил с кровати. Какого? Мне же еще до дома идти надо. Лишь бы дождь не начался. Иначе я точно слягу с температурой прямо на даче. Или здесь. Едва я озвучил эту мысль до конца у себя в голове, как вдруг услышал шорох за окном. Словно кто-то ходил возле дома. И еще раз. Нет. Мне не показалось. На улице точно кто-то есть. Может лиса или еще какой-то дикий зверек. Какое-то неприятное гнетущее чувство обволакивало меня, как туман. Я вновь напряг слух. Тишина. Можно было бы, конечно, подойти к окну, но... Я боялся. Я ссыканул. Да и мало ли что могло шуметь на улице. Да что же это такое? Мерзкий отчетливый стук в стену дома. Прямо под окном. Словно кто-то стучится головой. Твою ж мать. Что это за мерзкие звуки? Давайте посмотрим. Хотя бы одним глазком. Все еще стесняясь признаться самому себе, что мне страшно. Я неторопливо встал и вышел из светиной комнаты. Здесь ничего не слышно. Какая гнетущая тишина. Этот дом мне больше не нравился. Он больше не вызывал у меня ностальгических воспоминаний. Чужой дом. Фу-фу-фу. Я хочу отсюда уйти. В котором жили чужие люди. Даже для цвета он был чужим. На улице возле крыльца опять послышался легкий шум. Господи. Да что же это такое? Может просто бездомный кот? Слишком далеко от деревни. Нет. Это точно какое-то животное. Людей здесь быть не могло. Мне начало казаться, что я слышу на улице звуки, которые мог издавать только человек. Похоже на дышку пожилого человека. Ну может быть это дядя Юра? Как явно такое не могло послышаться. Я стоял как вкопанный и боялся пошевелиться. Надо что-то делать. От еще недавно разрывающих душу воспоминаний не осталось и следа. Страх поселился в моем сознании. И словно червь-паразит точил мой рассудок изнутри. На улице раздался приближающийся гул машины. Это дядя Юра. Как вовремя? А если это не он? Страх во мне поселил недоверие ко всему происходящему. Еще немного и ему было суждено превратиться в панику. Я стоял в отцепенении, боясь даже подойти к окну. Сама мысль о том, что это может быть не он, пугала сильнее шорохов в этом доме. Машина подъехала к дому и я услышал легкий скрип тормозов. Когда двигатель был заглушен, наступила гробовая тишина. С каждой секундой тишина в ушах начинала звенеть все сильнее. Посигналил. Нет, ну это точно дядя Юра. Он приехал за мной. Я не знаю, почему я так решил. В этом не было никакой логики. Просто панический страх и сомнения рассеялись в один миг и я стал уверен в том, что это он. А что гадать? Пошли дверь-то откроем, выйдем и посмотрим. В ту же секунду я выскочил на улицу. Немного заплутав в темноте, я понял, что бегу куда-то не туда. Хорошо, что не придется идти в такой темноте через лес. Немного осмотревшись, я увидел свет фар козлика, который показался мне чем-то спасительным и живым. Главное, живым. Способным вырвать меня из лап этого манящего мертвого мира. Лишь на ходу я понял, что меня все еще немного трясет. На улице был собачий холод, а изо рта шел пар. Подбежав к машине, я тут же открыл дверь и без лишних разговоров залез на заднее сидение. Ты видел, как сверкает? Я с удочкой стою, значит, а там с твоей стороны как ебаню... Да-да, и прямо в землю. Я чуть не обосрался. Дядя Юра громко и заразительно рассмеялся. Я почувствовал, что мне стало легче и, кажется, немного улыбнулся. Ты чего? Темка, да ты весь бледный. Что случилось-то? Правда? Переспросил я и почувствовал в своем голосе дрожь. Теперь уже ничего, все хорошо. Просто давайте поскорее уедем отсюда, я потом вам все расскажу. Не задавая лишних вопросов, дядя Юра повернул ключ зажигания. Ничего. Еще раз. Опять заглох. Нет. Но только не это. Дядя Юра громко выругался и повернул ключ еще раз. Козлик затарахтел. Но я решил не расслабляться. Просто на всякий случай. Покинув теперь уже заброшенную деревню, мы выехали на ночную дорогу. Несмотря на наличие ухабов и ям, дядя Юра старался ехать побыстрее. Он все еще ни о чем меня не расспрашивал, а я все еще ни о чем не хотел говорить. Убаюкивающая темнота в салоне успокаивала меня, и мрак ночного леса теперь не казался таким уж пугающим. Пусть он спит. Пусть спит и забытый дом света за этим лесом. Пусть они все спят под колубельную воспоминание о мертвых. Вот такой вот неожиданный конец. Я даже как-то и не предполагал, что именно так закончится эта история. Я не знаю, дописана эта новелла или нет, и выходила она или еще выйдет. По-моему, только выйдет. Но в целом неплохо. В целом неплохо. Она, конечно, гораздо короче оказалась, чем визуальная новелла «Грех», но тоже имеет места быть. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok